Подружки, привет! Привет, Грантик! Скажи подружкам, здорово! У нас, подружки, новости не самые лучшие на этой неделе, потому что был у нас осмотр педиатра во вторник, в 11.15 мы поехали к доктору, и я уже знала, что ничего хорошего мне не скажут, что диагноз будет такой, достаточно, наверное, плохой, но, по крайней мере, хуже, чем до этого. И оно так и было. У нас пневмония и антибиотики выписали. Ситуация у нас развивалась следующим образом. То есть сначала у нас был риновирус, который принес садик РЭМ, потом все это дело перетекло в бронхит, и если РЭМ выздоровел и оправился, то Грантик, будучи маленьким-маленьким малышом, этого сделать не смог, и все это дело перетекло локально уже в пневмонию. И, следовательно, да, как я уже упомянула, мы пьем антибиотики, и сейчас уже лечим все при помощи этого препарата. До сих пор делаем ингаляции, сейчас мы делаем эти ингаляции 3 раза в день, поменяли немного состав, он кашлял так, что из него выходила вся еда. И просто ощущение было такое, что будто 3 литра молока, они оказывались на мне, на кровати, и он просто срыгивал будто огромное количество. Понятное дело, это количество не такое большое, но все равно, по крайней мере, все, что он съедал, похоже, что он срыгивал. И, конечно же, потерял весе. Он за буквально 3-4 дня потерял 100 грамм. Ну и сейчас мы пытаемся это все дело нагнать. Я решила активно сцеживаться, и доктор сказала, что да, наверное, в этой ситуации это будет лучше, все-таки сцеживаться и контролировать, сколько ребенок съедает. Понятное дело, от него много не требовать, и 100-120 – это просто край в ситуации, когда такой малыш болеет, хотя это был бы минимальный объем в случае здорового малыша в этом возрасте. Вот. И поэтому, да, я сцеживаюсь из бутылочки, ему даю свое грудное молоко. Ну, ночные кормления, да, из груди я его кормлю, поскольку все-таки, ну, хочется, чтобы он в груди тоже прикладывался, и ночью это, ну, немного легче, поскольку он сонный, и тогда этот кашель, по крайней мере, первую часть ночи, он не такой. Утром он усиливается, но, опять же, после второго дня антибиотиков уже стало намного легче, и сегодня утром, например, он так сильно не кашлял, как в другие дни, и мы ничего не срыгнули, слава богу. Да, малыш? Привет! Скажи подружке привет! Труселек! Котенок, скажи подружке привет! Привет! Вафли уже отжал, пока мама тут записывает видеоролик, да? А Рэм, слава богу, чувствует себя намного-намного лучше. В принципе, у нас осталась только одна еще ингаляция сегодня вечером, и потом две недели мы ему будем пшикать препарат в носик профилактически один раз в сутки. И все, и ты, в принципе, здоров. Но вместе вот с этой, со всей ситуацией мы повторно, наверное, еще раз утвердились в своем решении не вести больше Рэма в садик, по крайней мере, до Нового года. Мы тут же принялись искать нянечку. Конечно, желательно, чтобы эта нянечка была с педагогическим образованием, чтобы она не только могла с Рэмом проводить время и разгрузить меня. Важно, чтобы она все-таки имела педагогическое образование, и чтобы она могла Рэмом заниматься, и чтобы она могла, ну, по крайней мере, хоть в каком-то объеме давать ему какую-то такую интеллектуальную нагрузку при помощи развивашек. И чтобы он все-таки занимался и речь развивал. Имитируем садик, как говорится. Еще хотелось, конечно же, пару раз хотя бы в неделю плавания. Сегодня как раз-таки буду звонить по этому поводу и узнавать. Ну, и плюс ко всему бабушка тоже. Мы договорились, что она будет Рэмом заниматься в воскресенье. И можно будет там пару раз в неделю по утрам приходить с ним хотя бы гулять, выходить на улицу, чтобы он дышал свежим воздухом, бегал по площадкам, играл и так далее, и так далее. Ну, в общем, таким образом, своими силами будем справляться. Ну, и, конечно, когда я понимаю, что хоть какая-то помощь будет, а если это нянечка, которая сможет приходить хотя бы 2-3 раза в неделю, бабушка, которая тоже будет гулять с Рэмом, им заниматься, то это уже такая хорошая помощь, которая все-таки поможет нам более продуктивно. И как-то вот, ну, для всех полезно проводить это время, пока у нас нет садика. Сейчас, когда у нас появился грантик, если Рэм не ходит в сад, и я остаюсь с ними одна, то я не могу уделять ему столько внимания, столько занятий и помогать ему развиваться так, как это было раньше. Просто потому, что нет этого ресурса ни временного, ни прочего. И эта помощь действительно, она нужна. И садик в этом вопросе мог бы стать хорошей помощью. Но так как вот у нас история сложилась так, как она сложилась, и, к сожалению, грудное молоко не защитило малыша, и у нас не получилось его изолировать, и все-таки он такой маленький. И, ну да, на нашем опыте мы видим, что все-таки риск осложнений для такого малыша намного больше, чем для малыша постарше. Ну, как в этом случае, Рэм, например, выздоровел, а у гранта все пошло еще в худшую сторону, и теперь нам приходится использовать антибиотик. Пусть он детский, пусть он мало, вероятно, что он навредит, только если там аллергия или еще что-то. Но в любом случае, это все неприятно, тяжело и, в конце концов, небезопасно для такого маленького ребенка. Хей, смотри, какие тут морковки всякие, да? Классно! Еще у нас была запланирована поездка в Ригу. Вместе с грантом мы должны были лететь 23 ноября, поскольку у нас были запланированы плановые наши прививки. И, собственно, мы эту поездку отменили, понятное дело, потому что сейчас мы болеем, ни о каких прививках и полетах и путешествиях речи нет. И все это дело мы перенесли на конец декабря. То есть поедем мы с грантиком 21 декабря. Это будет достаточно времени до этой даты нам выздороветь, да? Прийти в себя, окрепнуть, и чтобы болячек и близко не было к нашему малышу. И тогда уже будем делать очередные прививки. Ну, а я как мама, естественно, я стрессанула, будь здоров. Вот я и первые, ну там, по-моему, неделю, в принципе, вот как мы стали замечать, что грантику стало плохо, что он заболевает. И потом уже, впоследствии, когда выяснилось, что у него там и бронхит, и уже, естественно, когда мне сказали, что у него пневмония, я все это время старалась держаться и не расклеиваться. Давай, иди сюда. Все это время я старалась, конечно же, держаться, не расклеиваться и не давать эмоциям волю, их не показывать. Ну, как-то не, как сказать, ну да, наверное, не расклеиваться, потому что моя главная задача – это здраво мыслить, это лечить малышей, это помогать им приходить в себя, чтобы им становилось легче, чтобы они выздоравливали. А потом уже все остальное. Ну, это, конечно же, была моя главная задача. В любом случае, это не отменяет того факта, что за малышей я переживала, и что, понятное дело, это мой первый такой опыт болезни, потому что, если говорить опять же про РЭМа, за два с половиной года, ну, это, наверное, первая такая серьезная болячка, которая у него случилась, поскольку РЭМ у нас, в принципе, не особо-то и болел. Ну, то есть у нас была там розиола, потом летом была тоже какая-то детская вот эта инфекция, которая там два-три дня температура, никаких других симптомов, и все. И ты так и не понял, что это было. Ну, и там, может быть, за всю жизнь, не знаю, один или два раза сопли у него были, хотя, по большей части, это было из-за зубов. Но в любом случае, РЭМ, он из тех детей, которые, слава богу, ранее не болели, уж точно серьезно не болели. И уже не говоря о младенце, который перенес там бронхит, и вот сейчас та же самая пневмония, этого всего не было, и понятное дело, что я в стрессе и в жутком была. И особенно вчера, какой-то такой более тяжелый день выдался, потому что это вот, ну, реально, колесо целый день. Ты стараешься, пытаешься быть в каком-то там, не знаю, нормальном состоянии, ночью чаще просыпаешься, и в принципе трудно уснуть, потому что ты следишь за малышами. Днем это бесконечные круги и циклы ингаляции, кормлений, лекарств и прочих процедур, которые нужно совершать, и ничего не забыть, и сделать все правильно. И я вот как-то вот прям почувствовала, что у меня уже вот этот напряг внутренний, он прям вот уже подступает к краю своему, и уже чувствуется, что в какие-то такие более напряженные моменты, когда, например, РЭМ там истелит, мелкий плачет, тогда у меня уже вся грудная клетка тоже начинает болеть, и я уже чувствую, что, ну да, уже соматически я чувствую проявление своего стресса, и дышать трудно, и самой тяжело, уже не говоря о моих соплях, но которые, как правило, остаются на втором плане. О них я, в принципе, вспоминаю только тогда, когда просыпаюсь опять же ночью с заложенным абсолютно носом, но помимо этого уже и как бы ладно, это не самое важное. Так, куда ты лезешь? А куда ты пошел? Нельзя в кроватку. Нельзя. А чего ты начинаешь? А чего ты начинаешь драться-то? В кроватку нельзя. Это у братика кроватка. У тебя своя есть, у папы, у мамы своя, и у братика своя. Смотри, какой ты большой. Ты больше, чем эта кроватка. Ну? Зачем тебе у братика кроватка? А драться зачем? Губежка. Ну нельзя в кроватку. Смотри, кошечка играет музыку. Пик-пик. Ну, в общем, с товарищем тоже приходится, конечно, бороться, просто потому что он сам, мне кажется, от меня сильно уже подустал, и ему тоже нужно разнообразие, и он, в принципе, такой достаточно не в себе, потому что сидим мы дома, и в целом это только я, он, да, грантик. Ему вот нужно общение, нужно заниматься, и нужно выплескивать всю эту энергию. Ну, а грантик, да, возвращаясь к пневмонии, слава богу, что нас не отправили в больницу. В больницу не отправили по той простой причине, что у него нет температуры, и по всем остальным проявлениям ребенок абсолютно нормальный. То есть он спит хорошо, ест меньше, в туалет ходит меньше, но это и не мудрено, но он не вялый, он активный, и по нему видно, что он чувствует себя, ну, если не супер хорошо, то плюс-минус нормально. И госпитализация, особенно во время пандемии, она не нужна. Мы можем спокойно лечиться дома под наблюдением врача. Да, котенок? Чем, собственно, мы и занимаемся? Единственное, что дома я сейчас его укладываю спать немного по-другому, чем обычно. Сейчас покажу. Ну, вот укладываю я его по-другому. Я его укладываю не просто в кроватку, а укладываю его в кроватку и в зевушку. То есть он у меня спит в нашем коконе. И плюс ко всему кроватка, она под наклоном. Не знаю, вам видно или нет, но изголовье оно приподнято так значительно. И плюс еще сам кокон придает вот именно этот угол. И ребенок у меня спит с приподнятой головой просто потому, что ему ночью бывает трудно дышать. И для того, чтобы он не срыгивал ту еду, которую он съедает, то, конечно же, важно эту головушку приподнимать. И как только он лежит вот прям длительно, особенно вот в утреннее время, в утренние часы на плоской поверхности, вот прям горизонтально ровно, он, конечно же, начинает очень-очень сильно кашлять. И это ему очень-очень мешает. И чем сильнее он кашляет, тем больше, конечно же, он срыгивает. Ну, а ночью, когда я его переодеваю, да и, в принципе, и днем тоже, я вот использую вот такую вот ортопедическую подушку от Tromland. Сейчас покажу, как пишется бренд. Вот, я ее уже, в принципе, вам показывала. И эта подушка, она тоже помогает приподнять головушку малыша таким образом, чтобы он не лежал вот прям горизонтально, ровно, и чтобы был меньший шанс, что он будет срыгивать. Да? Давай, давай, сестрочку тебе дам, да, мой хороший. Единственное, зачем нужно следить, чтобы он ночью, конечно, не съезжал вперед, потому что под наклоном спать, конечно, то еще удовольствие. Но здесь помогает этот ремешок, который есть, он пристегнут, и поэтому в целом он спит нормально. Да, еще у нас появился мобиль. Я все-таки, вернув, таянила вот этот маленький мини-мобиль, который оказался совсем никчемным, решила попробовать мобиль Chica или Kika. И, собственно, этот мобиль, он как раз-таки предназначен для нашей кроватки Next to Me. И вот так вот он прекрасно встал. Что мне нравится, он стоит не совсем ровно, то есть его можно было установить вот на эту ручку. Стоит очень стабильно, поэтому тут волнения нет, что этот мобиль мог бы упасть. И очень здорово, что он немного получается сбоку. То есть ребенок этот мобиль видит, и в то же самое время мне он никоим образом не мешает доставать ребенка из кроватки. То есть если я с этой стороны достаю его, спокойно его забираю, потому что мобиль остается тут. Вот если бы мобиль установить вот с этой стороны или даже по центру, то, конечно же, головушка бы задевала эти прекрасные игрушки. И, собственно, было бы не очень удобно. А так вроде нормально. Сам мобиль, ну, не знаю, с одной стороны вроде бы нормальный, качество у него хорошее. То есть здесь он играет музыку 20 минут, тут классическая музыка, которую сменяет сердцебиение и потом белый шум. Что для меня кажется очень странным, что нет опции включить этот мобиль, чтобы крутилась вот эта спираль с игрушечками просто без музыки. Ну, чтобы, например, была тишина или мой отдельный белый шум. То здесь только, если ты хочешь, чтобы вращалась эта спираль, то у тебя только будет опция сразу включить музыку, которая 20 минут будет сменять одна другую. Это по мне так странно, потому что, ну, не знаю. Я бы предпочла, если была бы опция, те функции как-то отделить, по крайней мере, вот звуковые от таких вот визуальных. Но во всем остальном отличный мобиль, хорошо держится, эстетически он приятный, то есть без каких-то сумасшедших игрушек. А помимо всего остального позитивное в нем, так это то, что, как мне кажется, можно сюда прицепить еще пару небольших, например, цветных игрушек, если ребенок больше фиксируется на контрастных цветах, потому что оригинальные цвета этого мобиля, они очень приглашенные. То есть это вот такой вот бежево-серый, голубой и розовый, и все. Других вариантов нет. Да, котенок? Ну, в любом случае, Грант прекрасно обращает внимание на этот мобиль, смотрит на этих мишек, и, в общем, они ему действительно нравятся. Сейчас нам уже пора есть, поэтому он такой неспокойный, да, скажи, совсем неспокойный. И не нравится лежать, хочется к маме. Да, днем он больше хочет на руках, поэтому он, собственно, и такой неспокойный сейчас. Вот, на этом буду заканчивать сегодня, подружки. Sorry, что не какой-то там увлекательный влог. Сегодня просто, наверное, информативный больше влог, в котором я вам рассказываю о том, как наши дела, какие у нас тут новости. Новости, да, не самые-самые классные, но тем не менее, ну, какие есть. Других у нас, к сожалению, нет. Поэтому мы, собственно, в общем, делимся тем, что есть. Надеемся на скорейшее выздоровление, и что скоро-скоро все будет хорошо. Ну, по нему я вижу, что все будет у нас хорошо. И я как-то так немного уже успокоилась. Ну, потому что всегда, если ты видишь эффект лекарства, и ты видишь, что твоему малышу становится лучше, то ты уже хотя бы немного-немного можешь как-то, не знаю, быть в более таком спокойном состоянии и как-то позитивно смотреть на мир. Да, малыш? Желаю вам всем доброго дня, желаю доброго здоровья. Держите за нас кулаки. И, конечно же, огромное-огромное спасибо. Каждый из вас, кто меня поддерживает, и кто пишет и комментарии, и в личку. У вас огромное количество, и я действительно ценю все ваши добрые слова, и ваша поддержка, она, правда, очень много значит, и она придает силу, потому что, ну, вы знаете, что быть с маленьким малышом, изолированной достаточно, это тяжело, и нужна любая поддержка, которую ты можешь получить. Так что вам за это огромное-огромное спасибо. На этом сегодня все. Увидимся с вами в следующем нашем видеоролике. Все, подружки, пока. Грантик, давай, прощайся с подружками. Желаю всем доброго дня и выздоравливай. Да? Хорошо, давай, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова